Впервые про новое величие я узнала, когда один человек в чате, где обсуждали политику, начал звать на их собрание. И я сейчас понимаю, что если бы я тогда решила пойти на их собрание, я была бы одним из фигурантов этого дела. Меня зовут Дмитрий Арсентьев. Дело нового величия – это дело, которое существует только на бумаге в ФСБ. Оно создано провокаторами российских спецслужб на основе того, что один из сотрудников, или двое из них, внедрились в чат, задружились с ребятами, которые общались на совершенно разные темы, и постепенно предложили снять помещение, купить арктехнику и, наконец, напечатать устав, который придумал же этот самый провокатор спецслужб. Несколько месяцев находятся с СИЗО две девушки – Аня Павликова и Маша Дубовик. Вся вина их заключается в том, что они жили в стране, в которых на месте правоохранительных органов находятся органы правоосквернительные, которым дано право фабриковать уголовные дела, в том числе против несовершеннолетних детей. Я требую немедленно освободить Аню и Машу. Я предлагаю подумать властям, от которых зависит это злодеяние, что их дети, их внуки будут жить в позоре, что их будет мучить стыд за палачество их отцов и дедов. Свободу Ане Павликовой и Маши Дубовик. Здравствуйте, меня зовут Евгений Евгений, я член общественной надзвестной комиссии города Москвы. На протяжении всех вот этих пяти месяцев, что Маша и Аня содержатся в СИЗО, я их навещал. Первый раз я был у них в апреле, когда я увидел Аню Павликову, у нее тряслись руки. Я считаю, что те люди в погонах и в мантиях, которые, благодаря которым Маша и Аня сейчас в СИЗО, я считаю, что они подлицы. Я хочу призвать сограждан к объединению и сплочению вокруг, как минимум, этих двух девушек. и фигурантов всего этого дела. Потому что за встречу в Макдональдсе нельзя сажать людей в СИЗО, тем более двух молодых девушек, у которых тем более проблемы со здоровьем. Те дети, которые находятся сегодня в тюрьме по ложному обвинению, это преступления со стороны силовиков. Это преступления, направленные против детей. И это была черта, через которую переступать было нельзя. Потому что преступления, направленные против детей, не будут иметь срока давности. И за них придется отвечать. Я хочу обратиться к тем людям сейчас, кто еще может повлиять на судьбу девочек и ребят, которые находятся в тюрьме по этому сфабрикованному делу. Те судьи, в первую очередь судьи, которые будут принимать участие в предстоящих судебных заседаниях, в процессах по этому делу. У вас есть возможность исправить эту ошибку. Или попытаться хотя бы ее исправить. И, пользуясь буквой закона, для начала отпустить детей домой. И сделать это как можно скорее. Это будет в ваших интересах, потому что в будущем вам это зачтется. И второе обращение к людям. Простым людям, которые до сих пор сидят на диване. Я понимаю, да, вам страшно. Сегодня государство ведет политику по расчеловечиванию населения. У вас выработался синдром привитой беспомощности. Вы боитесь выйти на улицу на митинги. Но у вас есть возможность, ничем не рискуя, прийти хотя бы на судебные заседания поддержать этих детей. Потому что чем больше вас придет, тем быстрее они окажутся дома у своих родителей. Всю информацию вы сможете найти в интернете. Если вы не умеете пользоваться интернетом, попросите, чтобы это сделали ваши дети или ваши внуки. Потому что, если вы этого не сделаете, вы рискуете потерять своих детей. В любой момент ваши дети могут оказаться точно так же в тюрьме. Только гражданское общество может противостоять этому. Девчонки, к вам обращение. Вы держитесь, мы вас не бросим. Будем биться за вас, пока не вытащим вас из фашистских застенков. Здравствуйте, меня зовут Нина Лапина. Я бы хотела поговорить о, наверное, свободе слова. Поговорить о том, что постоянно нас пытаются кошмарить и не дают нам выражать свое мнение, свою точку зрения. Мы не являемся никакими экстремистами или противниками власти. Мы просто хотим жить в нашей любимой стране. Мы все патриоты. И дошло до того, что людям страшно высказываться. Высказываться о том, что сегодня происходит. Мы хотим жить в свободной стране. И мы не хотим бояться за своих детей, которые что-то вдруг, может быть, неугодное скажут. И вот власть, которая руководит этой вакуумной бомбой, защищает себя не с помощью ядерного оружия. Она защищает себя с помощью невинных девушек, почти что детей. Которые ведут себя мужественно, сознательно. И сознание которых гораздо выше нашего населения, которое почти что не слышало и проходит мимо. Это варбарство, которое все мы должны осознать. И пока мы это не сознаем, мы не выйдем на цивилизованный путь. Мы не видим на настоящую страну. И у нас всегда будут страдать невинные, честные люди. Для меня вот эта репрессия, извините, я не могу уже подобрать слова, вот эта репрессия в отношении невинных девушек, в отношении Сенцова и многих других, это невыносимая боль. И пока мы с этой болью не выйдем все вместе, так, чтобы власть содрогнулась, мы будем жить по-прежнему в этой тоталитарной сталинской стране, которая угрожает всему миру. Но надо нам выйти в настоящую Россию и спасти наших настоящих людей, и в первую очередь детей, и тех, кто следует своих узников собственной совести. Я благодарю вас за внимание. Я смотрю на людей, которые проходят мимо. И большинство из нас, большинство из этих людей не понимает, что сейчас это касается этих десяти человек, только десяти, хотя политзаключенных, как уже говорил, значительно больше. Но дело нового величия касается именно этих десяти человек. Но завтра оно может коснуться любого, любого из нас, любого проходящего по этому прекрасному и любимому мною Арбату, любого, любого, кто сейчас стоит вокруг и кто знает о деле нового величия, и любого, кто никогда не слышал о нем. Мы живем за собой уничьей страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там помянут кремлевского горца. Вот дело нового величия, вот это ложно сфабрикованное, преступное дело по сути своей, оно направлено, оно сообщение нам всем, оно направлено против всех нас. Не лезьте в политику, не объединяйтесь. Иначе мы сделаем с вами то же самое. Но я же призываю, пожалуйста, не будьте безразличны к судьбе тех, кто стали жертвами ФСБ в лице, вот как раз создателей этой организации. Читайте информацию об Ане Павликове, о Маше Дубовике, о Руслане Костыленкове и о других ребятах. И хотелось бы обратиться сейчас к вот этим вот ребятам, к Ане Павликове, к Маше Дубовике в том числе. Пожалуйста, держитесь, сохраняйте мужество. Мы поддерживаем вас и помним о вас. Мы будем делать все, чтобы приблизить тот момент, когда вы окажетесь рядом со своими семьями. На политических процессах последних лет в основном молодые люди, очень много молодых людей. И посещая эти суды, отделения полиции, встречаешь их родителей, людей старшего поколения. Я видел немало родителей, которые вынуждены бороться, биться за своих детей и успешно это делают. И я хочу выразить и поддержку, и сочувствие тем людям, дети которых оказались узниками, узниками режима. И я призываю всех людей моего возраста, старшего поколения, поддерживайте своих детей. Между молодым человеком и миром, и действительностью стекло, перегородка гораздо тоньше, чем между взрослым человеком, зрелым человеком. Молодой человек лучше чувствует, у него, извините за выражение, хрусталик, чище. Поэтому если ваш ребенок оказался в такой же ситуации, как Аня и Маша, поддержите их. и как говорится, воздастся вам, они вас вытащат, они вас поднимут, не бросайте своих детей. Я Ирина Туаева. С полицейской судебной системой я знакома не понаслышке. Моего сына совершенно без единого доказательства пять лет назад посадили по сабрикованному уголовному делу. Это не новое величие, это не политическая статья, но все равно я считаю, что эта система в нашей стране работает без сбоев. В нашей стране можно легко просто придумать, просто придумать буквально преступление любому человеку. я призываю всех, всех сознательных людей, всех, кто хочет, кто думает, кто хочет помочь, всех стать на защиту наших собственных прав. Сегодня это новое величие, придумали им такое преступление, обозвали их экстремистами. На самом деле мы сегодня живем в такой ситуации, когда экстремизм по отношению к своему населению проявляет государство, чиновники, государственные власти. Этого долго нельзя терпеть, поэтому я очень сочувствую ребятам, я искренне переживаю их несчастье, я представляю, в каком шоке пребывают их родители, поскольку я сама это пережила и до сих пор переживаю. Моему сыну невиновному совершенно его обвинили в разбой и осудили на 9 лет как преступника самого как убийцу. А если это еще и политические преступники, тогда я им тем более сочувствую, я не знаю как выйти из этого положения при том суде, который у нас сегодня есть. Григорий Саксонов. Я не видел Анну Павликову, я не видел, не смотрю телевизор, интернет, но я на одном митинге видел мать Анны Павликовой. Надо сказать и отца, я не помню как, может быть, этой или другой девушки, отца было еще тяжелее видеть. Видел не только слезы, но какой-то неописуемый ужас этого отца. В наша страна очень много слез. Дело нового величия это дело, я бы сказал, историческое. Если помните, Минотавр жрал детей, жрал девушек, это была легенда, но здесь эта легенда, к сожалению, превратилась в жизнь. Минотавр каждый день кого-то пожирает. Да, мы знаем новое величие, но много-много политических заключенных, больше 400 человек осуждены по политическому, по политической составляющей. мы против этого. Мы и требуем отпустить всех, требуем закрыть дело нового величия и отпустить всех политзаключенных, всех 400 человек. Мы обязательно победим, в России никогда не будет больше политзеков. Дело нового величия это посыл со стороны правоохранительных органов в сторону общества, который говорит о том, что всякая самоорганизация оппозиции тех, кто не согласен с существующим режимом, будет караться совершенно беспощадно. Я когда смотрю на судью, которая была на апелляции на суде у Ани, это же на вид нормальная женщина, даже миловидная. И она так холодно говорит, что девочка остается в тюрьме, больная девочка остается в тюрьме, медицинской помощи она не нуждается. Это страшно, это же не люди. Публичность это наше оружие. Мы должны говорить везде, распространять сведения, рассказывать своим знакомым, что детей, какой-то бес подошел, кто-то из наших хорошо сказал, сам придумал, сам их уговорил, сам снял квартиру, сам оплатил, сам написал устав, а когда дети, что-то даже они своим юным умом поняли, что-то тут не то, и он понял, что они сейчас выйдут, ой, надо на крючке, срываются, давай сразу их арестовать. А у него зато дело готово, экстремисты. Давайте рассказывать всем своим знакомым. И кто может, придите на суд, ну, надо девочек поддержать. Приходите в суд, поддержите политзаключенных. Судебные слушания это не досуг и необходимость. Мы не имеем права оставлять без помощи людей, когда их жизни и здоровье угрожает опасность. Меня зовут Артем Добрянский, и я бы хотел обратиться лично к директору ФСБ господину Бортникову. Вам не стыдно? Новое величие организовал ваш сотрудник, привлек туда народ ваш сотрудник, написал устав ваш сотрудник и отчитался о закрытии экстремистской организации. Вам не стыдно? Я хотел бы посмотреть на то, как вы бы отреагировали, если бы ваши дети сидели в тюрьме по ложному обвинению. Ладно, не в тюрьме, в СИЗО, простите. Какая разница? Если мне память не изменяет, как писала новая газета, одна из этих дам уже бесплодна. Вы хотите продолжить их мучить? Я требую прекращения всех политических процессов, и я требую выпустить из тюрьмы всех политических заключенных. Спасибо. Николаев Николай, дети не должны сидеть в тюрьме. Процесс нового величия это, наверное, позор всей нашей российской системы правосудия, правоохранения, потому что дети, наши дети не могут быть предателями Родины. Они не совершали того преступления, которое им вменяет. Вся правоохранительная система насквозь пропитана ненавистью к нашим гражданам. Я считаю, что этого быть не должно. Девчонки должны быть на свободе. Свободу новому величию, свободу каждому правозащитнику и каждому политическому заключенному, который сегодня находится в тюрьме. Спасибо. Был, когда в Мосгорсуде на апелляции по делу Ани Павликовой. Смотрел я на судью и я вообще думаю, что это вообще за человек такой это человек или же машина, или же орудие. И вот сейчас я хочу обратиться к Булату Шаловичу Акуджаве. рядом с памятником которому мы находимся и прочитать по этому поводу его коротенькое стихотворение. Чувство меры и чувство ответственности не присуще унылой посредственности. Сладость жертвы и горечь вины им не свойственны и не даны. Потому-то посредственность это не выносит полдневного света. Так и тянет ее в темноту и знамена кровавого цвета прикрывают ее наготу. Я против чтобы людей сажали за политические взгляды. Позор стране, где существуют узники совести. бедные Ани и Маша они попали под каток политических репрессий. Отпустите девочек домой к маме. Держать за решетку больных детей это особая жестокость. Ну это не по-человечески надо с этим кончать. Короче держитесь девчонки мы вас не оставим обязательно будем за вас бороться. Власть которая боится детей она просто обречена и она вроде бы и помнит историю повторяет все те же самые вещи и забывает о том чем каждый раз это заканчивается. Мы вот я думаю что все нормальные люди они ну не верят в серьезность этих абсурдных заявлений этих обвинений вот потому что ну эти ребята эти девчата никакие они не преступники никакие они не организаторы экстремизма вот а все это ну шито в чистом виде белыми нитками. Дорогие я хочу обратиться ко всем и тем кто сидит политзаключенные и тем кто на воле что происходит с нами что случилось ПШЛ путинская шайка лейка сажает наших детей сажает наших девочек ей надо жениться и рожать детей почему она сидит мы не поймем что случилось в чем дело я прочитаю свое стихотворение слушайте тысячи хрустальных колокольчиков услышь звон это пришел он век золотой век правды любви и света сияй планета гори планета правда сияет дело новых заложников потому что это те люди которых власть взяла в заложники и ну как бы в принципе мы они вправе это делать они как бы могут это делать но конец их ждет страшный потому что это открытое противостояние с обществом и со здравым смыслом просто хотелось как можно больше об этом люди знали но пришло время действовать более решительно потому что только решительные действия они способны как-то повлечь повлиять на власть потому что по сути это плевок в лицо власть она засадила невинных ребят и тем самым насмешка в обществе это по сути плевок им в лицо и думает а что вы сделаете что вы можете сделать если вы ничего не сделаете значит вы вообще вы никто вы быдло вот так вот поэтому мы должны доказать этой власти этому прогнившему режиму что мы не мыдло что мы не быдло что мы готовы выйти что мы готовы решительно действовать и тем самым довести дело до логического завершения. Во-первых, империя советская разрушилась, но избиение младенцев – это даже более глубинная катастрофа. Это фактически 10 казней египетских. В общем, всех поздравляем, мы примерно в этом времени живем. И если ничего не делать, его не изменить, то тогда понятно, чем все это закончится. Конечно, это шумное дело всколыхнуло страну, всколыхнуло даже людей далеких от политики. Это дело выгодно Путину для того, чтобы другие молодые люди не лезли в политику, не увлекались какими-то свободами, чтобы тихо занимались подальше от политики своими делами. Для этого такие дела и делаются. И вот то, что мы сейчас видим – это вот такой спектакль, поставленный для всей страны, всем на показ. И надо, конечно, отметить, что это не единственные узники совести, что у нас сидят и украинские политзаключенные, и люди сидят за, чисто за слова, не утвердившие никаких организаций, ничего не создавшие, за стихи сидят. Но вот это в том же ряду, и нужно требовать смены власти в стране, нужно устанавливать справедливые выборные органы власти, нужна иллюстрация, реституция. Только после этого, может быть, через какое-то время, что-то здесь изменится к лучшему, и люди перестанут сидеть ни за что. Вы только задумайтесь, как мало нужно сделать, чтобы в глаза государства оказаться экстремистом. Просто прийти на собрание, обсуждать политику. И сейчас те люди, которые находятся на скаме подсудимых, те люди, которых пытаются выставить как врагов народа, они очень нуждаются нашей поддержке. И я хочу сказать тем ребятам, всем подсудимым по делу нового величия, что никакие вы не враги народа. Народ за вас, и всем ясно, что вы невиновны, вы не должны сидеть в тюрьме. И те люди, которые пришли сегодня сюда, те люди, которые ходят к вам на суд, все мы, те, кто не может прийти, все, кто мысленно с вами, все вас готовы поддержать, и вы просто должны быть сейчас сильными. И я, и все мы будем делать все возможное, чтобы вам помочь по мере своих сил. Держитесь. Россия удивительная страна. Это территория традиций. Здесь всегда те, кто виновны, сажают тех, кто невиновен. В отличие от многих других стран, где все-таки люди сумели создать систему, которая наоборот, где невиновные и органы, следящие за правопорядком, за справедливостью, за соблюдением закона, сажают тех, кто его нарушил. У нас, к сожалению, уже несколько сотен лет. Так что тех, кто ничего не нарушил, тех, кто желает только блага своей стране, таких, как эти девочки, и их соратники-парни, и все остальные политзаключенные, и вообще все население нашей страны, вот этих самых лучших людей сажают те, кто самые худшие, те, кто находятся у власти, те, кто борются за то, чтобы эта власть оставалась у них в руках. И в этом сражении, к сожалению, мы, люди, пока проигрываем этим нелюдям. Но я уверен, что все жертвы, которые люди, которые россияне, приносят в борьбе с этим злом, с этим государством, которое оказалось чистым злом, хотя нам казалось обратное в 90-е, вот все эти жертвы, они рано или поздно будут не напрасны. Потому что Россия, это территория традиций, Россия живет по пословицам и поговоркам. Соответственно, отольются кошки мышкины слезки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова